МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Подлинность документов при записи детей в первый класс проверит миграционная служба и полиция. Об этом сообщает прислужба мэрии города. Оформить ребенка в школу родители могут с 27 января. Для этого необходимо показать паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его регистрации по месту жительства. Если выяснится, что прописку ребенку сделали фиктивную, вместе с родителями он отправится в конец очереди. Право выкупить помещение получили арендаторы муниципальных объектов в Хабаровске. Если помещение находится в аренде два года или больше, арендатор может приобрести его в собственность по рыночной цене без аукциона. По закону для покупателя предусмотрена рассрочка на пять лет под небольшой процент. По информации мэрии, уже сейчас этим правом могут воспользоваться восемь ориентаторов. Что такое безопасный лед, рассказывают инспекторы ГИМС и сотрудники администрации, водителям и рыбакам. Движение автомобилей по льду Амура в черте города запрещено в любом месте. Это опасно для жизни, поскольку толщину льда на реке никто не измеряет. Кроме того, под слоем льда возможны промоины, которые не видно. На прошлой неделе в районе Хабаровска провалился микрогрузовик. Люди успели спастись. Повреждение воздушной линии электропередач привело к отключению света в бараке на проспекте. Авария произошла накануне вечером. В половине восьмого вечера вчера также внезапно пропала холодная вода в квартале моряков-амурцев 35-я. В кранах исчезла, зато потекла из-под самого дома. Лопнувшую трубу ищет и ремонтирует управляющая компания Хабаровская. Еще два дома по улице Ленинградской отключили от водоснабжения Планово. Водоканалу нужно заменить две задвижки. В течение дня вода в дома вернется. Небольшой снегопад в Хабаровске продолжается и добавляет работу службам благоустройства. В минувшие сутки порядок в Хабаровске наводили 94 машины служб благоустройства. Из них 21 дежурили в ночную смену. Они вывезли почти 250 кубометров снега и мусора. Противогололедных средств за прошедшие сутки использовали почти 300 тонн. Видеокамеры на улицах Хабаровска помогут общественному транспорту пребывать на остановке вовремя. Систему, которая через спутник отслеживает движения автобусов и троллейбусов в городе, объединят с уличным видеонаблюдением. Ежедневно на маршруты в Хабаровске выходит более 700 единиц общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи. По данным мэрии, 100% коммерческих и муниципальных машин оснащены системой ГЛОНАСС. То есть, любой пассажир в режиме реального времени может отследить, как далеко от остановки нужный ему автобус. Информацию можно запросить на сайтах 27.рф и баз27.ру. Вот смотрим, через несколько секунд к этой остановке должен подойти 88 маршрут. Виртуальные подсказки работают. Электронные сервисы показывают не только где, но и какого класса подойдет транспорт. Обычный или низкопольный. А значит, подходящий для перевозки пассажиров колясочников. Впрочем, многие до сих пор по старинке звонят диспетчерам, так и не привыкнув к современным технологиям. Да, слушаю. А вы где же ждаете? Должно быть в 11.38. Но машина опаздывает на 12 минут. Именно здесь, в навигационно-информационном центре, следят за работой перевозчиков. Сбои в графиках движения, говорят специалисты, чаще всего происходят из-за пробок. Помочь решить эту проблему должен запуск единой системы видеонаблюдения за перекрестками. Пока к центру подключены лишь самые проблемные участки, в идеале все дороги города должны просматриваться. Тогда в случае аварии на дороге или ремонтных работ диспетчеры смогут помочь водителям. Интеграция двух систем позволит оптимизировать движение общественного транспорта. Пассажиру без разницы, есть пробка, нет пробка, ему надо вовремя уехать. Также администрация города планирует увеличить количество информационных табло на остановках. Сейчас в краевой столице их всего 11. В Хабаровске на этой неделе ввели общегородской карантин по гриппу. Из-за большого количества заболевших обстановку в городе признал неблагоприятный главный санитарный врач в крае. Чтобы не пополнить число пациентов в поликлинике, лучше защитить себя. Хотя бы медицинской маской. Трехслонные маски на резинках стоят минимум 55 рублей. Пачку, в которой таких масок 50, можно найти за 350 рублей. Есть и дороже. Детские маски делают обычные и с забавными рисунками. Расцвеченные стоят дороже – около 70 рублей. Стоимость упаковки из 50 штук доходит до 500 рублей. Зима – это время, когда в городе растут продажи носовых платков. Нужны они даже здоровым хабаровчанам. После перехода из холода в тепло в носу образуется конденсат. Физика – ничего с этим не поделаешь. Выбирать платок можно не только по цвету, но и по материалу. Одноразовые платочки из бумаги стоят всего 13 рублей. В упаковке 10 штук. Но многие считают использование бумажных платков неэкологичным. Недорогой яркий платок из плотного хлопка для женщин можно купить за 150 рублей. Мужские платки стоят дешевле – в среднем 85 рублей. Долг жителей Хабаровска за коммунальные услуги за год вырос на 200 миллионов рублей. Чтобы сумма не увеличивалась еще быстрее, злостным неплательщикам отключают подачу ресурсов. Только в индустриальном районе управляющие компании в месяц отключают около 300 неплательщиков от Света. Как работают эти меры – в репортаже наших корреспондентов. Вот они перемычку кинули. Вот это должно быть на счетчик. А их нет. Это они ведь напрямую, на автомат и пошло. То есть самовольное подключение, да? Да, самовольное подключение. Отключать эту квартиру приходится уже второй раз. Долг за электроэнергию у владельцев немалый. И чтобы не рос, жильцы с помощью нехитрых приспособлений подключились к сетям, минуя приборы учета. За такое нарушение заплатить придется отдельно. За то, что он подключился самовольно, он будет дополнительно платить штраф. Рассчитывается штраф индивидуально. Сумма зависит от того, как долго электричество в квартиру поступало в обход счетчика. Минимальный штраф – 1000 рублей. Проверять электрощитовые в подъездах домов коммунальщики вынуждены регулярно. Каждый раз находят новые перемычки и провода. Только в этом многоквартирном доме на Балиновского собственники задолжали 800 тысяч рублей. Долг хабаровчан перед коммунальщиками к январю этого года превысил 2 миллиарда рублей. Для того, чтобы сократить сумму и заставить собственников рассчитаться, электрики и слесари будут каждую неделю проводить рейды и отключать должникам свет, воду и канализацию. Виталина Кондрахина, Мария Ежевская, телеканал «Губерния». Это программа «Город сегодня». 23 января – день рождения знаменитой личности для Хабаровска. Мирослав Кацель долгие годы руководил драматическим театром. Сегодня ему бы исполнилось 89 лет. Мирослав Кацель родился во Владивостоке. В 1938-м его отца расстреляли, а мать отправили в лагерь. Некоторое время в бараках для детей врагов народа провел и 8-летний Мирослав, пока бабушка не выкупила его у надзирателей. Позднее семья перебралась в Москву. С детства актер мечтал о цирке и даже два года учился на гимнаста. Не позволило здоровья. Большой актерский успех пришел на театральной сцене. Кацель закончил Щепкинское училище и приехал в Комсомольск. С начала 60-х служил в Хабаровском театре драмы – актером. После окончания высших режиссерских курсов возглавил Хабаровский тюз. Затем вернулся в драматический – художественным руководителем. Мирослав Кацель сыграл в театре около 150 ролей, поставил 23 спектакля. «Рыцаря театра», как его называли, не стало в 2000 году. На своем надгробии он завещал высечь такие слова. «Я молчу, значит я умер». Неделя близится к завершению. Четверг – отличный день сходить в театр или кино. Вот что можно посмотреть в Хабаровске 24 января. Один день из жизни человека непреклонного возраста покажет театр юного зрителя. Это необычный проект. Как рассказали сотрудники театра, в нем принимают участие подростки, которые просто пришли по объявлению, решили остаться и почему-то захотели говорить с тобой. История об инопланетянах, которые живут совсем на другой планете и в совершенно другом мире. История о детях и попытках их родителей пойти с ними на контакт. Очень личная история для тех, кому за 10 и не годика меньше. Спектакль «Сны» покажет кукольный театр. Его создатели выбрали один из самых сложных способов – жанр маленькой истории, которая появляется на свет, чтобы прожить всего 5 минут. За это время ей нужно успеть стать и высказыванием, и смыслом, и миссией. Наши сны очень похожи. Они о детстве, о любви, страхе и мечте. О том, что важно для всех нас. Посмотреть старый, но очень душевный фильм приглашает кафе «Автограф». В фильме «Вам письмо» играют молодые Том Хэнс и Мэг Райан. У него есть девушка, у нее мужчина, но поговорить по душам они могут только друг с другом. Их персонажи переписываются в интернете и не знают друг друга в лицо. В реальности жизнь ставит их в позицию врагов. Супермаркеты, которыми владеет главный герой, грозят закрытием маленькому книжному магазину, который достался героине в наследство от матери. Это была программа «Город сегодня» о жизни краевой столицы в событиях, людях, цифрах. Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!